Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео мы поговорим про недорогую, но интересную арабскую парфюмерию. Я расскажу вам про три аромата. Два аромата от бренда Afnan и еще один аромат. Он станет, думаю, для вас открытием. Если вы любите Ganymed, Boys Imperial, то продолжайте смотреть это видео, потому что у меня есть для вас более бюджетные, но не менее интересные альтернативы. Вообще это видео можно назвать, что это бюджетные ароматы, которые звучат гораздо дороже, чем стоят. Это действительно так. Все мы знаем арабскую парфюмерию, что она любит удивлять. Она удивляет своей стойкостью, удивляет ярким и красивым шлейфом и удивляет звучанием, которое действительно дорого звучит. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Давайте, наверное, начнем с ароматов бренда Afnan. У меня есть два вот таких потрясающих аромата, которые называются Cherry Bouquet и Mystique Bouquet. Надеюсь, что это видео вам понравится, что эти ароматы вам интересны. Давайте начнем с потрясающего аромата Cherry Bouquet. Во-первых, посмотрите на эту очаровательнейшую коробку. Все очень-очень красиво выглядит. Объем парфюма 80 мл. Коробка очень плотная, выглядит дорого действительно. Знаете, такой аромат не стыдно подарить. Внутри нас ждет вот такой флакон потрясающего, глубокого, бордового цвета. И давайте знакомиться поближе с ароматом. Вот, кстати, когда мы достаем флакон, то нас еще ждет вот такой вкладыш в виде вишенок. Как вы поняли, Cherry Bouquet это аромат на тему вишни. Я думаю, что больше всего вас интересует вопрос, не клон ли это Lost Cherry. Сразу скажу, что нет, хотя некоторое сходство в ароматах есть. Ну, сходство, собственно говоря, только, наверное, в вишне, потому что и там, и там есть вишня. Давайте с вами познакомимся с пирамидой аромата. А в пирамиде у нас черешня, вишня, миндаль, ликер, черри, дамасская роза, жасмин, самбак, малина, слива, гвоздика, почули, ветивер, кедр и ваниль. Если сравнивать этот аромат с Lost Cherry, что мы любим делать, мы любим сравнивать с Lost Cherry каждый вишневый аромат, то само звучание вишни, вот это сочное, классное звучание вишни, оно похоже. Но, как мне кажется, во-первых, здесь вишня более спелая, и действительно есть что-то, что напоминает слегка черешню. С другой стороны, она какая-то более кисленькая, более притягательная, возможно, даже. Хорошо. Интересный, правда, аромат. И далее в процессе звучания эта вишенка, она слегка разбавляется какой-то свежей ноткой, какой-то зеленью, то есть аромат не стоит на месте, он еще и трансформируется в процессе звучания. Мне прям вот реально очень понравилась стойкость и шлейф на высоте. Аромат классный, дизайн классный. В общем, просто, правда, просто супер. Я очень довольна этим ароматом на все, как говорится, 100%. Замечательная вишня. Если вы любите Lost Cherry, но вы ищете, ну не то, чтобы более бюджетную альтернативу, потому что, повторюсь, это не ароматы клоны, а вы ищете какой-то более бюджетный, классный вишневый аромат, который в одном ключе, возможно, с Lost Cherry, но раскрывается по-другому, то рекомендую обратить свое внимание на этот аромат. Кстати, за окном, кажется, начинается гроза. Надеюсь, нам с вами это не помешает никак, но если будет сильно очень греметь, то извиняюсь. Классный аромат на тему вишни. Я лично ноту вишни очень в парфюмерии люблю, поэтому этот аромат мне тоже очень понравился. Второй аромат Mystique Bouquet, который, вы знаете, если зайти на фрагрантику, можно удивиться, потому что его сравнивают с ароматом Fleur Narcotic. Забегая вперед, скажу, вообще, вот в данном случае, вот вообще не похоже. На мой взгляд, это абсолютно точно самостоятельный аромат. Давайте тоже рассмотрим с вами потрясающую коробку, потрясающий уже глубокий зеленый, как изумруд, флакон. Мы его достаем, у нас вот такой красивый вкладыш. Возможно, ароматы чем-то там похожи по пирамиде. Это мандарин, бергамот, белый персик, личи, пионцы, только апельсина, магнолия, ветивер, амбраксан, дубовый мох, ваниль и мускус, но совершенно, на мой взгляд, не похожи по звучанию. То есть, знаете, даже какой-то легкой отсылки к Fleur Narcotic, в данном случае они еще вообще другой аромат. Классный, неизбитый, весенний, знаете, такой воздушный аромат, все точно фруктовый, из заявленного фрукта ощущаются. Мне кажется, что, наверное, ярче всего персик, личи, цитрусовый блок придает легкую, приятную кислинку. Цветы есть у нас в цветочном блоке цветок апельсина и пион. Пион, он как раз-таки придает аромату свежести, трепетности. Ваниль слегка делает его сладковатым. В общем, такой, знаете, очень женственный, очень весенний, воздушный парфюм. Мне действительно очень нравится. Я 100% буду носить его весной, буду носить его летом. И не буду искать совершенно точно сходство с флёрнеркотик, потому что его нет. Легкий, свежий, девчачий весенний парфюм с замечательной, при этом стойкостью, на который действительно стоит обратить свое внимание. Третий парфюм, который я расскажу, это Столион Зимая. Вот такой аромат. Это подразделение Афнан. В общем, тут тоже действительно очень интересный парфюм. В объеме 100 мл. И, как я и вам говорила, если вы являетесь фанатом таких ароматов, как Ганимед и Бойс Империал, то приготовьте свои ушки, потому что я расскажу вам про этот парфюм, который в данном случае действительно напоминает очень сильно Ганимед, Бойс Империал и может являться их более бюджетной альтернативой. Ну что ж, давайте также рассмотрим парфюм. Снимаем коробку, там у нас на пьедестале стоит флакон, флакон с красивым жеребцом. По пирамиде, что в пирамиде этого аромата, вообще, если взглянуть на пирамиду, то уже можно понять отсылку, например, к Ганимеду. Здесь у нас шафран, лист фиалки, апельсин, аквигалут, амбра, бессмертник и замша. Однозначно есть отсылка к Ганимеду и в звучании она тоже есть. Правда, это очень похоже на Ганимед, это те самые страницы глянцевого журнала. Знаете, какая-то космическая пыль, немножко кожаных аккордов. Все это чуть-чуть разбавляется фруктами и в Ганимеде я тоже чувствую фрукты. Более того, я могу сказать, что этот аромат, он не уступает Ганимеду не только в звучании, но еще и в стойкости и шлейфе, потому что он действительно с потрясающей стойкостью шлейфов. Вот все, как делают арабы на совесть, мы с вами ощущаем в этом парфюме. Многие житали, когда же появятся более бюджетные альтернативы Ганимеда, Босс Империал, ароматы, которые многие любят. Вот, представляю вам действительно классную, однозначно более бюджетную, однозначно достойную альтернативу, которая не уступает Ганимеду в шлейфе, которая очень похожа по звучанию, тоже безумно диффузная, безумно хвостатая, шлейфовая. Там буквально пару пшиков этого аромата вас заметят все вокруг. Если вам нравится Ганимед по звучанию, то однозначно обратите свое внимание на этот парфюм. Такой же футуристический, такой же необычный, такой же современный по звучанию, как Ганимед. Действительно современный. Это то же самое я ощущаю в этом парфюме, оставлю его здесь, чтобы он нас с вами радовал. Ну что ж, на этом все. Рассказала вам про свои арабские новинки, рассказала вам про ароматы бренда Афнан, рассказала вам про крутую, более бюджетную альтернативу Ганимеда и Бойс Империал. Это Зимая Солион. Очень интересный аромат, однозначно подходящий и мужчинам, и женщинам. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы знакомы с какими-то ароматами из этого видео, то рассказывайте обязательно свое мнение о них в комментариях, я с удовольствием почитаю. Возможно, вы тоже недавно приобретали какие-то арабские ароматы, о которых вы хотите рассказать, то тоже пишите об этом обязательно в комментариях. Я буду рада их почитать. В конце я, как всегда, хочу пригласить вас в три мои сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа распива. Ссылочки найдете в инфобоксе, я буду очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. А если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!